К другим темам. Жилье становится доступнее. В этом году в Петропавловске по линии жилстроя Сбербанка построят 8 домов. Возможность получить свои квадратные метры появится у 800 североказахстанцев. Две панельные многоэтажки в районе Синой базы сдадут в эксплуатацию к концу лета, а пока там кипит работа. Побывала на стройплощадке и пообщалась с подрядчиками Александра Салмина. Этот панельный дом строит компания Пилон. С 8 утра до 11 вечера здесь не смолкает стук кувалды и рев болгарки и перфоратора. В две смены работают 50 человек, возводят уже третий этаж. Технология строительства таких многоэтажек проста и давно известна. Типовые панельки собирают как карточный домик, говорят специалисты. Приступили 7 ноября и в том, что завершат работы к концу лета не сомневаются. Внутри уже ведется так же и делаются перегородки в газоблоках, сантехнические работы, электромонтажные работы. Самое сложное – это погодные условия в основном здесь мешают работать. Проводят воду, газ сразу устанавливают окна. Постепенно дом принимает оформленный вид. Работают на совести, материалы используют только качественные, говорят застройщики. В основном весь материал наш казахстанский. И непосредственно панели, плиты перекрытия, с которых монтируется в основном это здание, это наш непосредственно поставщик, это единство. Дом должен быть теплый, потому что внутри идет сэндвич-панель, идет смен плиты. То есть это по теплопроводности очень хороший материал. Однушки, двушки, трешки – всего здесь смогут жить 75 семей. Потратят на проект около 620 миллионов тенге. Будущим жильцам квартиры обойдутся не больше, чем в 140 тысяч за квадратный метр. Точную стоимость еще не определили. Напротив, тоже кипит работа. Компания «Голденхаус» возводит такую же пятиэтажку, но здесь готов только цоколь. Поскольку мы являемся первооткрывателями стеновых панелей именно по привозу не из города Петропавловска, а из других городов Казахстана, у нас просто длительный период времени ушел на то, чтобы привезти документы в соответствие. Планируем в течение сжатого срока привезти объем, для того, чтобы своевременно и в договорные сроки сдать объект в эксплуатацию. До 31 августа 2018 года. На один этаж максимум две недели, по два-три дня на секцию. Это в их силах, говорят строители. А работают здесь 13 специалистов. Пока. Но вскоре за дело возьмутся в две смены, как и соседи. К слову, возводят из карагандинских панелей. Это уже панели пошли не такие, как при советских временах. Более усовершенствованные, более качественные. И узлы здесь по-другому все сборные. В Советском Союзе в те времена панели были легче монтировать. Здесь чуть-чуть сложнее, но, я думаю, качественнее и теплее дома будут. Жить здесь будут очередники и вкладчики Жилстройсбербанка. Кроме пятиэтажек в районе Синой базы в Петропавловске по этой линии построят еще шесть домов. В 20-м и микрорайоне Жасуркен. В 2018-м жильем планируют обеспечить порядка 800 семей. Александра Салминарус, Тамт Леужанов, Новости МТРК.